Глава А3. Профессор Йосеф Бен Шломо. Личность Рава Авраама Ицхака Кука и проблемы эпохи. Данная глава представляет собой перевод первой главы из книги профессора Бен Шломо «Песнь жизни. Главы изучения Рава Кука». Перевод дальнейших глав этой книги составляет раздел С данного сборника. 1. Рав Кук — единственный еврейский философ, давший адекватный религиозный анализ секуляризации и сионизма, принципиально новых явлений еврейской жизни. Учение Рава Кука занимает особое место в еврейской философии нового времени. Это единственная философская система, которая уделяет серьезное внимание двум значительным переменам, произошедшим в новейшую эпоху, как в судьбе еврейского народа, так и в истории страны Израиля. 2. Два процесса, которые длились около 150 лет, привели к особому состоянию еврейского народа, состоянию, подобного которому не было никогда, или, по крайней мере, как принято зачастую говорить, не было на протяжении последних двух тысячелетий изгнания. 1. Первый процесс — это процесс секуляризации, вследствие которого большая часть народа становилась нерелигиозной, или, точнее, переставала жить в соответствии с законами и положениями Торы, которыми руководствовалось большинство евреев во всех предыдущих поколениях. 2. Представляется очевидным, что в прошлом, несмотря на все различия и разногласия между различными группами и учениями в еврействе, такими, например, как фарисеи, саддукеи, караимы, литваки или хасиды, все евреи оставались на общей почве, которой являлась религия. 3. Теперь же довольно значительная часть народа, если не его большинство, в той или иной степени отказались от этой почвы. 2. Второй процесс, который имел место в прошедшие полтора столетия, — это попытка еврейского народа вновь активно влиять на свою историю. 3. Речь идет о развитии сионизма, которое также привело к возникновению ситуации, не существовавшей 2000 лет, то есть к обретению политической независимости. 3. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова